Это очень страшный человек. Отравитель из электричек, серийный убийца Алексей Выговский. На его совести смерти как минимум 22 человек. Его арестовали в далеком 2009-м и приговорили к 22 годам заключения. Но спустя 14 лет он вместе со следователями вернулся на место всех своих преступлений в электричке, чтобы признаться в новых убийствах. Заходил в электропоезд отравки, которого оставалось 20-15 минут. И из числа пассажиров забирал человека 11 лет. Ее просто были преимущественные упаковки. Выговский действовал по одной и той же схеме с 2006-го. Он знакомился с хорошо одетыми пассажирами подмосковных электричек. И предлагал глотнуть из своей фляги, в которой была намешана лошадиная доза снотворного. Они полностью теряли свое время и пространство. Уже не могли контролировать свои действия и даже не могли позвать кого-то на поп. У потерявших сознание людей забирал все ценное. Бумажник, сотовые часы и даже документы. Что в дальнейшем делали с похищенными врачами? Сплывал на площади трех вокзалов. О, безусловно. Как площади? Ну, трех вокзалов между Ярославским и Городским. У первой же жертвы Выговского не выдержало сердце от количества снотворного. Мужчина скончался, не приходя в сознание. Долгое время полицейские не видели связи между жертвами. И большинство убийств признавали несчастными случаями. Якобы они сами запивали снотворное алкоголем, но не рассчитав дозу, умирали. Отравителя из электричек удалось задержать только спустя три года в 2009-м. Благодаря тому, что один из отравленных им пассажиров не только выжил, но и смог вспомнить и описать внешность отравителя. На 13-м пути Казанского вокзала он был задержан 2-го марта. В одном из карманов обнаружилась фляжка с алкоголем. Химический анализ установил. Там была растворена доза препарата, способная отправить на тот свет 20 человек. На момент вынесения приговора в 2011 году было доказано, что Выговский совершил 28 разбойных нападений, в результате которых 17 погибли и 15 попали в реанимацию. Ему дали 22 года. Все так называемые улики, это все мне подбросили. Зачем? Я сам не знаю. Это съемки Выговского 10-летней давности. Уже отбывая срок, он продолжал отрицать свою вину. Ну а следователи продолжили работать. Все эти годы они изучали архивные дела, в которых говорилось о фактах отравления на столичных вокзалах и в электричках. Они смогли найти еще 44 эпизода. Для того, чтобы предъявить новое обвинение отравителю из электричек, его доставили из колонии назад на площадь трех вокзалах, в те самые электрички, где он безжалостно травил пассажиров. На данный момент он признался еще в пяти убийствах. Выговского ждет новый суд, но по некоторым данным всего его жертвами могли стать 92 человека. А это в два раза больше, чем на счету у Чикатило. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова